Кимвраны. Происхождение и общее сведение. Кимирийцы, обобщенное название княжеской династии и всех представителей подвластного ей государства. Кимвраны, кимирийская династия, представители княжеской династии восходящей к Вию-Багумиру, знатные кимирийцы, это фамилия. Кимвранкнессы, правители, великие, удельные, и другие, кимирии. Кимирия, кимвранант, кимвранат, акадская м, тигимир. Государство населенное кимирийцами, кимвранами и управляемое кимвранкнессами. Является основным осколком единого арийского государства Бхараты и ее колоний. Просуществовала во времена около 7000-2700 лет назад. Прямыми правонаследниками Кемерийской империи являются Боспор, Свассальной синдикой, Колхидой и Адресой, и Ахименецкая империя. Сердцевинной Кемерии, страной Ракса Парада та была страна известная у греков как Гипербория, Гипербория европейская находящаяся на Трипийскими, Карпатскими, Горами, и позднее ставшая называться Европейской Сарматией, а далее и Речью Посполитой, Эратесе Караяна Саргитею, территории Сердцевинной Украины и Польши. Важнейшим для Кемерии регионом была Циркумпонтида и система водных и сухопутных путей связывающая Циркумпонтиду с Балтикой. 5000-3000 лет назад Кемерия вырастила в Сибири и разродилась всплесками гидских миграций охвативших территории Европы и Западной Азии. В расширенном смысле, основным и крупнейшим осколком некогда единой арийской династии, от которой откололись Диевичи, были Виевичи, династии основанные сыновьями Виа и их сподвижниками, которые часто назывались Кимвранами, Кемориами, Кемерийцами. В кратком смысле, существовала отдельная общность из потомков Виа, которая непосредственно носила название, самоназвание, Кимвраны. В то время как представители тех Виевических родов, которые уже выделились из ее среды, или изначально не принадлежали к ней, назывались по имени своего предка-основателя, Скит, Скифы, Рус, Русы, Славин, Славини, Хорс, Хорваты, Хорваты к тому же издревле часто более причислились к кругу Оревичей, чем Виевичей. Кемерийская династия, Кимвраны, как и Скифская, Скицкая, Русинская, Первохорватская и Первославянская, Скальвинская, династии, восходят к Вию Стрибогу, известному, так же как, Стрибог, Кронос, Осирис, Яма, Яма, Имир. Он до этого был воплощен в теле представителя центральной ветви княжеской династии Оревичей Хардвиштровичей Сагаратиан Бхагиратховичей и правил как сам Кнес император всех орийских народов, около 7000 лет назад. Сам он был могучим богом атмосферы Земли и аспектов движения частиц во Вселенной. Кемерийская династия отличалась, например, от Скифской или Славинской, отсутствием, Кимера, основателя, вместо этого она имела химерическое происхождение от семи ранних династий происходящих изначально от Вия. То есть Кимер, в иранских текстах, Киюмарс, это имя которое возникло уже позже возникновения самой династии и по сути, задним числом, условно ставшее одним из обозначений первопредка, Вия, а также Руса, Славина, Хорса и в меньшей степени Оревичей, Кия, Януша, Крака, потомки которых также входили в ранних кемерийцев. Несмотря на то, что легенду о трех братьях, Руси, Кимере и Хазаре приводит арабское сочинение 12 века, собрание историй, маджмала, товарах. Эта легенда является лишь арабской историко-реконструкционной интерпретацией общеиндоевропейского образца легенды о трех братьях-основателях трех народов. В поздние времена имя Кимер стало одним из важных династических имен данной династии. Вариация имени Капким Вран стала более популярной. Другое имя Вия, Има, Имер, позднее Умир и Богумир. Так что в названии династии, как и в названии древнего Египта, Кимет, или, так а твердый знак Име, эти ранние династические склейки и назывались Каимари, аревичи принадлежащие к потомкам Имы. В династию активно вливались представители династий служивших Вию в качестве министров и полководцев. Несмотря на то, что династия как идея ядра вернейших прибеженцев Вия Богумира существовала еще до 7000 лет назад, но долгое время она не имела прямой ветви, консолидируясь лишь вокруг общего предка и повелителя, а также вокруг общей идеи. К 4500 лет назад у династии выработалась центральная ветвь, точнее ею стала ветвь изначально происходящая от Мага Ксениса Саурия Мандата 2 Скита Светомудрого, то есть скиты, которые по благословению Саагаста имели дополнительный княжеский эпитет Парадатта, датели порядка, преимущественные правители. Но эти скиты, несмотря на свое генетическое происхождение, идеологически были Кимариами. Образ Гайомарта, Кей. Март, Каюмарс, имя Ким Вран отождествленное с проиндоевропейским понятием Гайом Рид, живой-смертный, то есть, временно живущий, в иранской мифологии, который считается отцом иранских народов. В другом прочтении, Кей Март, может переводиться как «князь смерти», что иллюстрирует, Вия, Осириса, как бога судящего умерших, в посмертии. Так как Ким Вран и далее Ахимениды заимствовали киевическое слово, обозначающее князя, Киеваин, потомок и представитель Кии, что позднее стало звучать как Кей или Кай. Также это и Магаксинис Эрди Кнес Пхакнес Бил Пхага Хорс и Магаксинис Саурии Мандат Дваский Цветомудрый. Он Тхармарадж, царь справедливости, самодержец, владыка преисподний, миродержец юга, царь смерти и справедливости, как его величают индийские ведические писания, и аналогичные описания Осириса Кроноса можно найти в египетских и греческих писаниях. А дополнительным свидетельством в пользу возможности прямой корреляции египетских культов и вееческих культов Северного Причерноморья является наличие у черкесов, являющихся одними из реликтовых пост-кимерийцев, культа Сазириса, имя которого является калькой с эллинской передачей имени Осириса, но со славяноязычным переосмыслением в контексте слова «созревание». В философском смысле частично соответствует ведейскому мартанде, в персидском эпосе выступает как первый царь иранцев. Овеста, содержит лишь краткие упоминания о нем, а не подробные сюжеты истории всемирной литературы. В 9 тонн Т.1 М.1983 С.269 Рассказ о нем входил в утраченный, чихрдат-наск, Овесты. Во, фравардин Яште, говорится, Яш 1387, мы чтим фрава Шигая Мартана Праведного, который первым услышал думы и заповеди Ахуэра Мазды, и из которого Ахура Мазда произвел семью арийских народов, с Пвиноградовой. Овеста в русских переводах. С.Б.1997 С.340 Звездочка М.Т.Марата.Мартия.Овест. Марч.Та.Нов.Пирс. М.Р.Д.Общеиранское и общеиндоевропейское обозначение смертных, то есть обычных, людей. В индоевропейской общности трипольской культуры, когда А.Р.Эрата разрослась в Пхарату, слово Маратия, кроме обозначения людей как смертных существ, Маратия, стала обозначать людей как богатство Эрата и, Ма.Эратия, так как число смертных тогда активно умножалось. Далее у других индоевропейских народов данное слово так и продолжило обозначать смертных, со всем спектром данного понятия, а вот у поздних иранцев данное слово все сильнее и сильнее срасталось с понятием «человек», а далее еще уже «мужчина» или «мужчина-Пирс». То есть, согласно авестийской традиции Киюмарс, Гайомарт, прародители иранских народов. В реальности же это династия Кимвранов, которая стала прародителями иранской элиты, а далее и ассимилировали местное население. Он – праведник, непорочный первый человек в постзаруастрийской теологии. Ввиду таких качеств он постепенно заменил образ имы, который был враждебен для потомков ассирийского культа Ашура, ввиду того, что они в значительной степени происходили из южной ведической традиции, враждебное имя – Ассирису. Согласно Большого Бундахишна, 21 он был создан за 70 дней, что является отсылкой к 70 годам кемерийских завоеваний, приведших к формированию Медийско-Аншанско-Парсавской империи. Гайомарт – это не просто обобщенный кемерийский князь, но еще и отождествленный своим богумиром, пополный воплощающий собирательный образ кемерийского первопредка иранской знати. Его сыном был Сиемек, а внуком – Хушенг, второй из известных царей-дателей порядка, пара дата, в иранской мифологии. Царствование Киюмарса, по Фирдоусе, длилось, 30 блистательных лет, возможно тут речь о неких космических или солнечных годах, ведь богумир, правил намного больше, чем 30 земных лет. Или тут Киюмарс – это Хорс Богумирович, который воплощался в межебожной войне и мстил за отца. Шахнаме, говорит, что Киюмарс был одет в шкуру барса, то темногеральдического символа кемвранов. Киюмарс там, первый князь Ареев, родоначальник всех последующих правителей, первокнязь и первопредок. Образ Киюмарса восходит к древним космическим мифам о первозданной корове, Аудумла, у скандинавов, Бирмая, в Шахнаме, или Амалфея, Амальти, Я. Нежная богиня, у древних греков, и о первочеловеке аналогичном Аургельмиру, Дерскант. У Аймир, Аургелмир, Пуруша или Адаму Кадману. Анализ иранской мифологии указывает на то, что аналогично скандинавам связывающим Аудумлу с Аургельмиром, иранцы связывали Бирмаю с Киюмарсом, но поздняя часть сюжета связанного с ней, переписали, от Киюмарса, Трайтаону, Феридуну, обобщенному образу всеизбавителя-всеспасителя. По овести и пехлевийским источникам, Киюмарс породил Машья и Машьяна, первую пару первых людей, они же ведические Ман и Манья, Ману и Шатарупа, но в «Шахнаме» не упоминаются, так как «Шахнаме» писалось уже во времена навязывания ислама, а значит проникали представления авраамических религий Абадами и Еве, как предках людей. Ахриман, Ангроманию, испорченное извращенное умонастроение, синкретический образ отождествления Чернобога, Деймоса, Хагастуса, Рваны, Иеговы и предзнаменование грядущего воплощения всей человеческой порочности в виде искусственного интеллекта, и его сын, Див, в облике чудовищного волковой тела, то темногеральдический символ Велеса, во времена его бытности премьер-министром и великим воителем Примага Ксенисиве, завидовали Киюмарсу. Сиемек погиб в поединке с Дивом, и Киюмарс, народ, звери и птицы оплакали юношу. Сраоша посетил Киюмарса и передал волю Творца. В образе Сиемека видятся отголоски сказаний о Хорсе, ведь Хорса часто связывали с Солнцем, а Сиемек, Сяемек, имя известное в Боспоро-Калхидском регионе как Савмак или Савлак, напрямую связано с корнем Сай, Сияющий, а также Царь. Киюмарс в иранской мифологии и аналог божественного первого человека, породившего первых земных людей и одновременно предок реальной царской династии, правившей древними ареями. Сказания о животных, часто представляемых в антропоморфном виде, подчинявшихся Киюмарсу, также восходят к сказаниям древнейших времен. Это и истории о племенах мутантов которых обучал П. Рамысл, и которые позднее присягнули на верность царю всесожжение, сага Эракнесу. И истории про племена антропоморфных обезьян и медведей, которые служили в войсках Эрам и Сагаста, времен его похода против Раваны. Все они и еще многие архаичнейшие сказания, о том когда люди еще соседствовали с австралопитиками и неандертальцами легли в основу сюжетов иранской мифологии описывающих царствование Киюмарса, царя смертных, обобщенно идеализированного князя первопредка кемерийцев, центральным стержнем которого были истории про богумера. Киюмарс, горюа по сыну Сиемику, воспитал внука Хушенга Сиемековича, и когда тот вырос, Киюмарс и Хушенг с войском зверей и птиц двинулись на Девов. Хушенг сразил сына Ахримана в бою, отомстив за отца, после чего Киюмарс ушел из этой жизни. Тут Киюмарс это Ахимен, Сиемек это, возможно, Теуспа, а Хушенг это Дагдама. Также, по имени и отчасти, биографии, Сиемеком является Саулак Аягаэтаич, Савмакай древний 690-600 ГДН. Боспор Акалхидский царь, брат и современник Теуспае. По поздним легендам на Киюмарса, как-то напал Хазура, сына Ахримана, изначального зла, но погиб от его руки. Это, вероятно, как-то отсылает к древним столкновениям кемерийской династии с предками Хазар. Также тут Киюмарс, как и Кейхосров, во многом основан на образе Кшатрита и Сандана Кшатра. Но в позднейшие времена на него накладывались и отпечатки других царей со схожей судьбой или именем, например Ксиркса. Также существуют весьма смутные сказания о богине Кемерис, с той же образностью, что и Киюмарс, в которой видится Славунья, Исида, Рея, Женавия Богумира, отождествленная с рядом более поздних кемерийских княгинь. По эмфосмиру Кумир, Идол, Божок, Руиска.Вслав. Кумир, Сцлав. Кмир, Дергреч. Он определил, что в российский язык оно попало из церковно-славянского, но далее он не смог отследить корни. А вот Младенов, 262, СБ Шишманову, 87 и СЛ. Ариес 1, 49, пытался возвести его к семитскому звездочке Кумр. Жрец, также Финн. Кумарта, клоняться, поклоняться. Но тут чуть иначе, кемерийцы размещали на своих курганах статуй богов и предков, это привело к тому, что участие протославянских народов слово, восходящее к названию кемерийцев стало обозначать предков, богов, святых и их священное извояние. Ка и Мирияма, эпитет Вишну, Кришны и Ямы, этимология потеряна и встречается только в мантрах передаваемых Вайшнавской школой Северного Инда. По словам гуру данного течения Вайшнавов Кришна Крепа Махараджа, значение близко словам, изначальный хранитель, целостный, изначальный целитель, полнота божественности. Если использовать восточно-кимерийскую этимологию слова, мурт, как, временная, смертная, материальная, форма, то имя Киюмарс можно транскрибировать как Киямурт, со значением, воплощение или вместилище княжественности, персонификация княжественности, царственности. Но данная этимология весьма слаба, ввиду сохранности индоевропейского корня, мурт, лишь в восточно-кимерийских диалектах, откуда он перешел в санскрит и удмуртский язык. Кумарби, Кумарбог, Кимерибог, имя одного из наиболее почитаемых богов Хуритов и Хеттов, сын бога Небаану или Верховного Тешуба. Имя Тешуб Коктиуспа, бог Великий, начально было одним из хетских имен Эра, наряду с Алалу, бог богов, Ивахиштапрайм, Всевышний, аналог литовского Акапирмс, Ука, Самый, Пайрмс, Первый. У метаницы в Житасхубатаем, Зуисхубатаем, назывался Дивелес, так, позднехитский Тешуб это синкретический образ, совмещающий атрибуты и черты Эра и Велеса. Клинописная табличка Хифхия-ВВДН.Названная «Царствование в небе», повествует о том, как в начале времен у боготворца богов Алалу был сын Анну, который через девять космических лет после Потопа сменил Алалу на престоле, и тот ушел править по смерти им. Позднее, еще через девяти лет, на Анну, Уран, восстал его сын, Кумарби, который вырвал его гениталии, а из семени Анну родился бог грозы Тешуб и каменный гигант, чудовище Уликуми. Это зародило основание для дальнейшего повержения Кумарби, Краноса, руками Тешуба, Зевса, и войны Тешуба против Уликуми, Тифана. Хетский миф об Уликуми рассказывает о том времени, когда Тешуб был еще молод, но уже имел свою семью, но миром все еще правил Кумарби. Кумарби знал предзнаменование будущего и боялся, что Тешуб когда-нибудь убьет его. Посему Кумарби тайком от Энлила, Энки, Хибаты, конечно, самого Тешуба, в морских глубинах взращивал устрашающего Уликуми. И это очень важное сведение, так как несмотря на то, что их индоевропейская основа почти тождественна тому, что можно найти в греческих источниках, но также тут прослеживаются попытки некорректно совместить индоевропейский и постшумерский пантеон. Так Энлили и Энки, тут присутствуют просто как некоторые отдаленные боги, играющие второстепенную роль в основных событиях. Это соответствует второстепенной роли потомков шумеров в жизни хеттов, но богам давать роль соответственно роли почитавших их народов, неверно. Энлили и Энки это шумерские версии понимания тех же Кумарби, Краноса Асирисас три бога имы, и Тешуба, Зевсас и Тавелесас пить Юры. По греческим мифам это Уран, боясь погибнуть от одного из своих детей титанов и поэтому возвращал их вновь и вновь в недролона земли. Гея, изнемогала от этого бремени, и наделила Краноса, родившегося последним, силами одолеть и оскопить Урана, после чего Кранос стал верховным богом. По Ферекиду Сирскому, Кранос победил изначального змея Афиона, Атона, в котором видится не только параллель с Уликуми, но и Салалу. Так или иначе, по разным версиям греческой мифологии, именно после некой важнейшей победы Кранос был коронован. По одним версиям Кранос был младшим, но сильнейшим сыном Урана, а по другим версиям, Кранос был старшим сыном, и поэтому унаследовал престол. По греческим мифам, от союза Краноса с ним Фейфелирой, которую он после, опасаясь ревности богини Реи, превратил в кобылицу, родился кентавр Хирон, в чем видится представление о протатюрках, живущих с конями в культурно-бытовом симбиозе, как незаконно рожденных отпрысках кемерийцев. Кранос, в древнегреческой мифологии, один из сменявшихся богов, правящих земной атмосферой, почитался сыном Творца или Урана и Гая, Геи, приветствуемой Земли. В позднее, эллинистические, времена отождествлялся с Хорсом, Храносом, богом времени. Период, в котором правил Кранос, греки считали золотым веком человеческой цивилизации. А само царство Краноса связывали то с северным континентом Эрота и Гиперборея, существовавшим до 22 тысячелетия назад, то с Пхаратой, Гипербореей, перенесенной в Европу и существовавшей даже во времена древних греков. Кранос боялся предсказания Урана, по которому кто-то из его детей, рожденных ему Реей, свергнет его, а поэтому поглощал их, Гистею, Димитру, Геру, Аида и Посейдона, как подобное до него по отношению к Титонам делал Уран. И так же как Гая уберегла и взрастила Краноса, Рея взрастила Зевса. Согласно Орфикам, Зевс по совету Нюкты обманом усыпил и оскопил Краноса. От семени из отрезанных гениталий Краноса родилась Афродита, хотя по более ранним мифам она родилась из семени, при аналогичном оскоплении Урана. Зевс, с помощью Геи и Лимитиды, освободил своих братьев и сестер. По ранним вариантам мифа, Кранос изначально был царем Золотого века, царства Краноса, на Древней Гиперборея и на Зарипийской, над Карпатской, Гиперборея, а после того как его поверг Зевс, ушел править в посмертии. В более поздних версиях мифа, хронология и взаимосвязь данных событий менялась, путалась и переосмыслялась. Ему посвящен 13-й орфический гимн. У ионийцев, в ряде ионийских городов, был праздник Кроний. А в Олимпии ему был сооружен храм. Жертвы приносили Краносу Басилы, цари, в Олимпии на вершине горы Кроний в день весеннего равноденствия Павсании. Описание Эллады Висим, 6 и 6-20, 1, по другим источникам, 12-го гекатом Биона, конец июля. Кранос царствовал в Египте, Италии, Ливии и Сицилии, основал Гиерополь и бывал похоронен на Сицилии. Почитался в Аравии, и связывался с финикийским малахом. Краносу соответствует римский бог земледелия Сатурн. В Италии святилища Сатурна можно было встретить всюду, многие местечки и города полуострова названы по имени бога, сама Италия, по преданию, именовалась в древности сатурновой землей, Лат. Сатурнир Тилрс. В этом огреченные латиняне, римляне, сохранили память о том, что ранее Италия принадлежала ким вранам, естественно почитавшим своего предкостри бога Сатурна, осколками династических владений которых была Этрурия, Венетия и Рицея. В осетинском языке Гом, Ар, Великан, что обычно связывают с библейским Гомер, В.С. Миллер Угаряева, С.174. По Библии, Гомер, Дерревр. Полный, совершенный, сын Иофета, который по книге Бытия имел трех сыновей, Аскинас, Рифат и Фогарма. Книга Праведного, называет имена сыновей Гомера как Ашкинас, Рипат и Тигрма. В именах Рипат и Тигрма, видится возможная отсылка к Эротенам, Расинам, Тиренам и Трускам, и к Фракийцам. Раннехристианские писатели Полит Римский около 234 года Н. считал Гомера, не того Гомера, что был греческим поэтом, предком Кападокийцев. Иероним, О. 390 года. Исидор Севельский, О. 600 года, последовали примеру Иосифа Флавия, отождествляя Гомера с галатами, голами и кельтами. Еще в глубокой древности Кимвраны вошли в теснейшую династическую связь с оставшимися ветвями Доновской династии. Посредством династических браков на высшем уровне и на многих более низших, так, что Доновская княжеская династия стала одной из приращенных ветвей к Кимвранской династии, которая далее активно смешивалась с остальными. Кимвранкнес взял в жены Дона в Кнессе, дальнюю наследницу древнего доновского бога кипящих бурлящих вод Тапам Напата, Ап, МНП, Ти, и мужа богини подземных вод Тапамы, Апи, отца или брата богини воительницы Ахвасу, и учителя величайшего доновского мудреца Ахвара Санадра, верного служителя Ордвисура Анахиты, Эйр, Диви. С. Ар. Ирн, Хит. Ввиду этого его чина Доновов, полуостров Ютландия, ныне Дания, вошла в состав их владений. Позднее их потомки Кимвры, Лад. Чаэмбри, засвидетельствованы проживающими в той местности Оки. 200-го года до Энне. Античные историки в древности их считали кимирийцами, германцами или кельтами. Позднее некоторые ученые связывали их с валийцами и потомками Гомера. Среди первых авторов, отождествивших Гомера, кимирийцев и кимвров с валийским именем Кимри, был английский антиквар Уильям Камден в своей книге «Британия», впервые опубликованной в 1586 году. В своей книге «Диару Айсей Чуай Прифоэс Эдэдэ» 1716 года валийский антиквар Теофил Эванс также утверждал, что валийцы произошли от кимирийцев и от гомера, за этим последовал ряд более поздних писателей 18 и 19 веков Университы Офуэллес Дикшенэри, 1987, гомериат, пи 14-85. Сейчас связь библейского гомера с кимирийцами и кимврами официально считается ошибочной, но мне в этом видится политический заказ и нежелание комплексного изучения темы кимирийцев. Вместо чего историкам из-за кулис сказано, слона описывать нельзя, будьте как слепцы и описывайте, лиану, змею, два, огромных листа лопуха, два бивня и четыре, дерево, все по отдельности. Аскинас или Ашкинас, от Акадского ишкуза, скиф. Именно по названию скифов, евреи назвали Европу, а позднее и ту часть своего народа, которая проживала в скифских землях. Библия называет скифов, сынами, кимирийцев, что имеет как минимум три весомых основания. Имма, к которому возводятся кимирийцы был отцом скифа. Кимирийское могущество распространилось задолго до возвышения скифии. Скифы наследовали кимирийцам и многое переняли от них. Значительная часть простого народа населения кимирии, далее стали гражданами державы агатырсов, а далее скифии, то есть значительная часть простого скифского народа, непосредственно происходила от былых поколений кимирийского народа. Библия говорит, не будет в нем, народе, дальнем от края земли, неизнемогающего, неутомленного, он не будет дремать и не будет спать, пояс не снимается с чресла его, и не разорвется ременью сандалий его. Стрелы его заострены и все луки его натянуты, копы так они его подобны к ремню, и колесницы его как вихрь. Важно, что библейский автор несколько раз упомянул тут ремни и пояса, которые кимирийцы активно использовали, в быту, символике, мистических практиках и даже в иконографии. Для многих южных народов тех времен пояса и пряжки были чем-то невиданным и непонятным, для ким вранов, обыденность, но и предмет отличия своих, от чужих. Начально языковые особенности кинтум были характерны именно скифам и их восточному ответвлению, тахарцам, но поскольку их передовые силы вторгнувшись в Европу навязали их там создав четвертый кельтский тиранат. И именно тиранат навязал западноевропейским народам кинтумообразные языковые особенности. В то же время, Сакьякнеса и эскифские элитные династии, занявшие место ким врангнесов и кимирийских элит в Северном Причерноморье, под влиянием эскайра Астанского жречества, несколько подправили свой язык, вернувшись к языковым особенностям сатэм. Территории обозначенные на данной карте ярко-красным цветом соответствуют начальным западным владениям Сарматской династии, которая с времен ким врангского исхода из Северного Причерноморья, и последовавшего смещения агатырсов и сакьякнесов в западном направлении, также начали продвигаться в западном направлении. Сарматская династия уже к временам, когда Дарий шел на скифею войной, заняла территории над Азовским морем, а передовые отряды сарматской ветви, сираков, проникли на Прикубание и еще чуть ранее. Понятия из сравнительного языкознания, кентум и сатэм имеют корреляцию с гаплогруппами АР-1 и ИР-1-Б, соответственно. Одним из ярких примеров представителей сатэмногоядра является РАС, ВИ, Клэвэбр, ИКИ. Он за интернал с лассифиций тионов индоэуропеан лэнгуиджес, СВИ. Тем не менее, генетические гаплогруппы и археологические культуры, не всегда и не полностью тождественны языковым общностям. Современная официальная трактовка истории хоть и не признает за кемерийцами столь древнее происхождение как описано в Ведах, тем, не менее изучая достоверные и множественные факты и артефакты, отмечает, в соответствии с этим господство кемерийцев на юге европейской части СССР должно было продолжаться с середины два тысячелетия до семь в ДН. То есть в течение почти тысячелетия. Как пишет Тереношкина и в своей книге Кемерийцы. М.Наукова думка, 1976 глава 1 Кемерийско-Скифская проблема В археологических трудах известен факт, что часто типично кемерийские вещи, в частности некоторые виды вооружения, доспехов и элементы конской узды и сбруи, в значительном количестве находят в раскопках других культур. Это показывает, что собственно кемерийцы были ядром, формирующим вокруг себя большую многокомпонентную общность генетически, культурно и цивилизационно, разнородных народов, объединенных под верховной властью Кимвранской династии. И по сути, данный общеизвестный археологический факт доказывает неоспоримость существования Великого княжества Кимвранского, Кемерийской империи в Северном Причерноморье в период с 5000 по 2700 лет назад. Антропология и генетика Антропологически не скифские кемерийцы, понтийская раса, подвид европеоидной расы, распространенной среди населения Причерноморского региона. Описано в Бунакам в 1932 году. Понтийский антропологический тип характеризуется мезокефалией, темной или смешанной пигментацией волос и глаз, высоким переносием, прямой спинкой носа, с опущенным кончиком и основанием, значительным ростом бороды. Рост средний, с тенденцией к повышению. Тип распространен среди адыгов, абхазов, абазин, западных этнографических групп грузин, понтийских греков, болгар, южных украинцев, рязанцев, рязанский тип, мишарей, понтийский, северно-понтийский, степной типы, молдаван, валахских румын и дыр. Среди древних народов к понтидам относят хатов, миотов, колхов. Известный антрополог в Бунакх относил северян к представителям понтийской расы, а витичий – к представителям северопонтийской звездочка. По мнению ТЭИ Алексеевой, понтиды составляли основу полянской этнографической группы Алексеева ТЭИ «Восточные славяне». Антропология и этническая история Москва, научный мир, 2002 С 309. Население, относящееся к этому комплексу, отличается средним ростом, мезокефалией, небольшими абсолютными размерами головы и лица, потемнением цвета волос и глаз, средним или ниже среднего ростом бороды, ослабленным ростом волос на груди, средней профилированностью лица и сравнительно сильным выступанием носа звездочка. Встречается у украинцев, некоторых этносов РФ, Мишарей, этнографическая группа татар, и части Макшан. Генетические понтиды зачастую принадлежат к Р1Б, Р1ЭИ, КЮ1ЭИ, гаплогруппам, что указывает на изначальные династии, слившиеся в этот сплав. Звездочка Бунак в точках, происхождение и этническая история русского народа, Стр-191-247 Ввиду химерического происхождения, химерийцы всю свою историю состояли из отдельных родов и кланов, очень сильно отличающихся по происхождению культуре и роду занятий. К тому же, периферийные роды химерийцев часто имели возможность или даже были вынуждены размножаться с представителями соседних народов, перенимая их генетические особенности, элементы материальной культуры, языка или верований. В генетическом исследовании, опубликованном в журнале Sirens Advances в октябре 2018 года, были изучены останки трех химерийцев, похороненных между 1800 годами до н.э. Два извлеченных образца УАИ ДНК принадлежали к гаплогруппам РБА и КЮ1ЭИ1, а три извлеченных образца МТДНК принадлежали к гаплогруппам H9A, C5C и R Из, КРЮ, СКАИТИАЛ 2018, СОПЛОМЕНТРИ МАТЕРИАЛС, ТЕЙБЛЭС 3 САМРЫ, РОС-23 ДЕФИС-25 В другом генетическом исследовании, опубликованном в журнале Кирент Биолога в июле 2019 года, были изучены останки трех химерийцев. Два извлеченных образца УАИ ДНК принадлежали к гаплогруппам РАС и РАЦ-Б, а три извлеченных образца МТДНК принадлежали к гаплогруппам H-35, УАПИЮ-2 и Е2. Из, Джей, РВИЭТИАЛ 2019, ТИБЛЭС-2 Р, НЕДИФИРЕНЦИРОВАННЫЕ ОРЕВИЧИ Р0, ПРАИНДОЕВРОПЕЙЦЫ Р1, ПРЕДКИ СЕВЕРНОЙ ВИДИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ, ИНДОЕВРОПЕЙЦЫВ Р1 И, РАТЭЦЫ РАС, КИМЕРИЦЫ РАЦ-Б, СКИФАКИМЕРИЦЫ Р1 Б, ИВЕРИЦЫ И КЕЛЬТЫ Р2, ПРЕДКИ ЭЛИТЫ ЮЖНОЙ ВИДИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ, РАННИЯ ВОЛНА ОРЕВИЧЕ, ЭМИГРИРОВАВШИХ НА ЮГ Q1, АСАВИАНТАРЫ H9, ПОСТЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ КОЧЕВНИКИ ЕВРАЗИИ H35, ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИНАСТИЯ КИМЕРИЦЕВ C5, ТУРАНЦЫ UAB, ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИНАСТИЯ КИМЕРИЦЕВ U2-E2, ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИНАСТИЯ КИМЕРИЦЕВ Лишним свидетельством этнокультурной близости кимерийцев и скифов является то, что вавилонине называли кимерийцев и скифов словом «сака». Для многих древних народов казалось, что или кимерийцы являются под видом скифов или скифы под видом кимерийцев. Когда же кимерийцы сошли с исторической арены козваний, сака, сакья, саки, осталось только за скифами. Это вызвано тем, что вавилонине, как потомки шумеров, познакомились, саками, достаточно давно, тогда когда у них еще не сильно отделялись отдельные династии в рамках расширенной коалиции веевичей, северной ведической традиции. Да и знакомы были не слишком хорошо, воспринимая их как одно целое исключительно на антропологических, культурных и языковых обоснованиях. А вот ассирийцы, которые и сами участвовали в скиф о кимерийских династических межусобицах, уже знали собственные имена данных народов. Так они называли кимерийцев, гимерий, а скифов, ашкуза, ишкуза. В «Войне с вандалами» 2.23 3. Прокопий Кесарийский упоминает человека по имени Гимерий, который в его времена был начальником всех византийских войск в Безакии, но сам происходил из Фракии. Из этого можем сделать вывод, что до 5 века нынешней эры потомки фракийцев, которые когда-то были южным ответвлением кимерийцев, было имя восходящее к этнониму Кимерий, в одном из старинных вариантов как Гимерий. Это с одной стороны иллюстрирует сохранность многих аспектов древнего наследия европейских народов вплоть до распространения христианства, а с другой стороны еще раз иллюстрирует связь фракийцев с кимериейским миром. История Некоторые слушатели моих видео по данной теме, и читатели предварительных версий данной серии трудов, спрашивают, неужели кимерийцы это самый древний народ от которого произошли все? Конечно же кимерийская общность народов не первая в истории человечества, и до ее возникновения от основного протеиндоевропейского ствола уже отслоилось множество ветвей, но во времена после Великой Межебожной войны 5.000 лет назад и до того как их вытеснили скифы 2700 лет назад. Но вытесненные в Переднюю Азию кимерийцы там не исчезли, а вспыхнули ярким пламенем породившим волну индоиранской миграции. К подобным выводам приходят и другие исследователи, которые вникали в вопрос кимерийцев. Например F. Ощербина о кимерийцах писал в 2 главах своего труда в Айтоме в 3 главе «Богатырские памятники и древнейшие народы Кавказа», а также в 1 главе «Черкисы», тома 2. Как и я, он указывает на то, что согласно всем эллинским и ближневосточным источникам, кимерийцы являются первым известным в истории народом, заселявшим все Северное Причерноморье, включая Северный Кавказ. И также, приходит к выводу, что в определенный исторический период именно кимерийская общность была стволом индоевропейских народов, от которой ответвились пелозги, древние греки, скифы, а их реликтом долгое время были поздние синдомиоты, от коих и произошли черкисы. Мое же исследование данной темы отличается только тем, что 1. Я исследую историю комплексно, и с учетом данных смежных наук, археологии, мифологии, лингвистики, древних свидетельств, социологии, и других. 2. Ориентиром для меня служит не слепой поиск, где я ищу что-то чего не ведаю, наоборот, мой ориентир это ведические хроники и летописи эрахманской традиции, путьца Гаста, в частности, и эскайр-астанский список царей. 3. Всем сведущим исследователям известно, что некогда была индоевропейская общность народов, ее археологическим эквивалентом следует считать трипольскую культуру, развившуюся из Мезинской и позднее произведшую из себя как другие земледельческие культуры расселяющихся индоевропейских народов, так и военно-кочевую общность археологическим эквивалентом которой была имная и производная от нее культуры. 4. Согласно ведическим писаниям, народами уже тогда управляла коста правителей, была и коста жрецов, а также военная, торговая и рабочая КСТ. 5. Высшей элитой жрецов и правителей были представители древних династий, среди которых периодически воплощались боги. 6. Одним из таких богов был Стрибок, Ви, Яма, Кронос, Сатурн, Осирис, Энлиль, Имер, который правил на земле воплотившись 75-005 тысяч лет назад. 7. Тогда-ка твердый знак и Мариями называли его сыновей и приближенных, а также представителей династий с которыми они роднились. 8. Так постепенно вокруг базового рода, который и сам с поколениями приумножался, но и к нему прирастали другие рода, формируя высшую прослойку княжеской КСТ и индоевропейской, точнее арийской, общности народов. 9. Когда вспыхнула война с Велесом, часть протокиммерийцев поддержала Велеса и единая мировая элита раскололась на Виевичей и Диевичей. 10. После Стрибока его приемники Хорс, Скит, Рус, Сатор, Етрак и другие титуловались, Кнес-Обитака и Мария, царь обоих Кимерий, ведь Египет ранее планировался как столица Южной Кимерии, а Синташтинско-Аркаемская страна городов, как столица Северной Кимерии. 10. Новая эрота, Трипольская культура, Вторая Гипербория, известная далее грекам. 11. Аэр-эрота, известная Шумерам и Акацам, в такой мир-системе планировалась как священная страна Рахманов под поэравлением Всевышнего князя Саагаста, бывшего старшим родственником Стрибогу, и князей Изаревичей, Сагаратиан и Сарматов. 12. Но случилось иначе, и уральская страна отошла с китом, ким враны были вытеснены в Северное Причерноморье, тесня Трипольскую культуру на Северо-Запад, а Египет, совместив элементы Южной и Северной ведических традиций, стал отдельным государством, царь которого по кимерийской привычке называл себя «царем двух земель». 13. Уже тогда была заложена основа для будущего конфликта Кимерии и Египта, так и твердый знак имя, ведь, он как и причерноморская Кимерия претендовал на право истины Кимерии. 14. Как современная РФ пытается отнять у Украины, все, что касается Руси для собственного возвеличивания, так и Египет пытался отторгнуть кимерийское правовое наследие от Кимерии. 15. Виевичи, с подчиненными им династиями, по сути и являются первой версией протокиммерийского династического формирования. 16. И именно по такому же принципу, объединение общих по происхождению и идеям династий, будет в дальнейшем формироваться кимерийская общность. 16. Когда закончилась Великая Межебожная война, на значительной территории суши Евразии поднялась Кимерия, которая стала крепостью северной ведической традиции. 17. От Европы до Камчатки на юге до Альб, до Кавказа и до Монголии была Кимерия, как мощнейшее евразийское государство северной ведической традиции. 18. Центры кимерийской державности были на Урале и в уцелевших городах трипольской культуры. 19. Кимерия почитала себя наследницей Бараты Секарой. 20. Позднее восточные владения кимвранов перешли с кифом, а центром кимвранов стала Северная Причерноморья. 21. Кимерийская империя подверглась внутренним усыбицам, войнам с ватонидами и от нее далее окончательно отделилась Скетия. 22. Скетия также постоянно пыталась перетянуть на себя все, одеяла, кимирии. 23. Хардвештайантари, хардвиховичи, основная ветвь арийской княжеской династии времен Пээрамысла. 24. Сагоратиани, потомки древних европейских династий перебравшихся значительно в Азию. 16.000 лет назад, излом мезинской культуры, переходящей в Трипольскую, Сагоратиани были доминирующей силой и ядром всей ведической цивилизации на Земле. Пхагаратхтикьяни, самая радикальная ветвь Сагоратиан, их госидеологию отчасти заимствовала и исказала Осирия. Саураматы, чрезвычайно рьяные потомки и последователи Сагоста, которые возводили свое происхождение и легитимность именно к нему. Аревичи, в узком смысле, Кий, Щек, Крак, Хорват, Лях и другие, имели свои династические продолжения, Киевичи, Щековичи, Краковичи, Хорваты, Ляховичи и другие, и хоть часто ярко вспыхивали, контролируя как свои центры, так и починяя большие пространства Евразии и других континентов, но не стремились починить все былое владения человечества. Аревичи, в широком смысле, арицы, индоевропейцы, народы, происходящие от Ария и Станбога и управляемые династией Аревичей происходящие от него. Яновичи, Кисеевичи, Касситы, подчинялись Аревичами и более занимались восстановлением порядка, победой над останками синистиков, а далее и ватанидов, не сильно вникая в центральную политику. Виевичи, потомки и сподвижники Виа Стрибога, которые выделились из средоточия Сагаратиан, при правлении Стрибога 8000-7000 лет назад. На некоторых этапах Виевичи вливались в Аревичей, а в другие времена наоборот вбирали в себя Аревичей, и другие династии, формируя расширенное понятие – Виевичей. Кимвраны, Кимерийская династия, ядро Виевичей, которые остались верны Стрибогу, после того как Диевичи восстали против них. Наиболее консервативная часть былых Виевичей. Диевичи, элита южно-ведической традиции, начально были одним из кланов расширенного понятия Виевичей, но позднее предали братьев и обернулись злейшими врагами. Ватониды – ядро средиземноморских и западноевропейских Диевичей, которые после поражения в Великой Межебожной войне были собраны и ведомы Шактиавиш-аватором Велеса, Фтаном. Гераклиды – потомки Геракилиша, Геракла, Диевича, которые начально имели синдокимирийское происхождение и правили территориями от Кубани, через Кавказ и Далуристана, гранича там с Сагаратианами и проташумерами да и во время Великой Межебожной войны. Позднее были вытеснены с синдики Загелис-Пант и осили над Егейским морем. Синдаркнисы Синдранадхи – более лояльная к им вранам и скрещенная с ними синская правящая династия, имевшая сложные отношения со скифами и таврами, но однозначную неприязнь к Доновам и Египту. Геты, Гаты, Славяне, Манавы, Манушья – разные древние общие названия индоевропейцев, которые могли отображать аспекты их верований, происхождения или быта и быть синонимами общему названию арийцев. Скиты, Славяны, Русы и другие, потомки сыновей Вия, Скита, Славяна, Русы и других, соответственно, воспринимались как союзные и начально подчиненные, ветви Виевичей. Кимвраны – кемерийцы, по сути прямейшие правонаследники Виевичей, унаследовавшие свою власть еще со времен до Межебожной войны. То есть именно кемерийцы являлись тем династическим стволом, который хоть и имел некоторую разнородность, но сохранял свое единство на протяжении тысячелетий и именно от них ответвлялись другие правящие династии древности. Самогеты – древняя Балтская династия славян, поздняя заменена Невранской династией. Далее имя Самогетов возродил только Рюрик, а после него Скаломен Нариксим названием земли нынешней Литвы. Самогетия, Самогетия – исконные болтские владения кимвранов-самогетов, амфиктионии и прилегающие к нему земли. Под ней было одно из титульных основ Великого княжества литовского самогетского и русского. Греками, поляками и россиянами переименовано вжимайтею, ввиду того, что им было сложно или не хотелось произносить название правильно. Тисогеты – славяне, которые жили между Скифией и страной Андрофагов. Территории Смоленщины Массагеты, азиатские геты, славяне – так именовали некоторые и все скифославянские народы проживающие в Центральной Азии. Турагеты – кимвранская попытка реформации Таврской династии. Упомянуты Геродотом и другими античными авторами. В династическом, этнокультурном и перриториальном смысле имеют отношение к городу Тира, Таура, и более поздней Тиверийской державе и Тиверийскому княжеству в составе Киевской Руси. Турагеты – ветвь династии Агатырсов, принявшая участие в формировании протогерманской знати. Станцагета, Свюльдинги, древняя сагарати Анакимврана – сарматская династия, правившая прежним Львовом, до Аварского разгрома Севограда, и далее активно сотрудничавшая с Никлотовичами и Рюриковичами. Садхавастра Древы – потомки дейравицких родов второй волны дейравицких переселений на просторы Индостана. Они не сформировали централизированную династию, но сохраняя свою относительную чистоту столетиями усердствовали в цивилизаторской деятельности. Когда происходила межебожная война, они были верными союзниками Оревичей, Яновичей, Киевичей и имели династические союзы с сагарати Анами. Страна Ракса Парадатта – кимвранский царский доминион, название Украины в качестве столичного региона Кемерийской империи. Эрате – секаре, Украины, древние ведические названия Украины, Украины, Польши, части Молдовы и Южной Белоруссии. Гипербория – завладениями Бория, древнегреческое название территорий будущей Речи Посполитой, в первую очередь Западной Украины. Саргития, Сурьягития, Сармагития – еще одно древнее название Украины, характеризующее ее как столичный регион по отношению ко всем гитским, славным, странам и миграциям. Саргатии упоминаются о Птолемии и источниках сновывающихся на его исследованиях, например Джергофидер Гришернун Трамраус Айер Шрифт Индер Джестилд, том 4 и соответствующие карты Меркатора ТЭП. 8 Европы, Инкурс Армартир, Мэйатис Поларсейси Джермании, Дэйшак Кпар. Эмстердам слэш 1578-1695 Скиты, Скифы, династия потомков князя Скита Виевича, правили значительными просторами Евразии, в первую очередь степными регионами. Скит-город, Сакьян, Сакастан, древняя скифская столица посольства, которая располагалась над местом соединения Гипаниса и Днепра. Скит-ар-най, проект скифской централизированной державы, по образцу тога, как была устроена Единая Арийская Империя Человечества при Стрибаге или скифские владения при Скифе. Сака-сина, проект скифской конфедеративной державы, состоящей из множества разрозненных династий и государства с единой культурой но без централизированного правления. Начально Скит-ар-на и Сака-сина были лишь двумя параллельно существующими идеями по формированию скифской державы, но поздняя концепция Скит-ар-на как правило утверждалась и распространялась из Эракса Парадаты, Саистана, Баселидны, царственной страны, Украины, а концепция Сака-сины возникала, утверждалась и распространялась из азийских степных просторов. Сколоты – трансформация скифской династии, ввиду ее переселения в Эракса Парадату после вытеснения Кимвранов, и последующего скрещения с славянами, Виндами и Киевичами. Концепция скифов как сколотов начала возникать еще в 1400 годы до н.э., но утвердилась лишь после вытеснения Агатырсов, поэтому греки запомнили скифов, под более архаичным названием. Номинально властвуя над Европой с 7000 лет назад, кемерийцы допустили возникновение Иверийского Союза, который и отнял у них доминирующее положение в Европе. Но Иверия ненадолго стала доминирующей силой и скоро общество Европы разделилось на более либеральных сторонников Иверия и более жестких сторонников Тираната, так возник первый Тиранат. Хоть в лучшие времена владения Иверии доходили до Пхараты, Украины и Польши, и даже часть гетов была вытеснена в Малую Азию именно несогласием с доминированием Иверии, но такое положение Иверия смогла поддерживать только пока основные военные силы Кимвранов были задействованы в далеких войнах в Азии, когда же Кимвраны взялись за Иверию, то она быстро сократилась до территорий Франции, Испании и Британии, да и к тому же Британию сразу же охватили конфликты, сторонников Иверии. И лояльных Кимвранату, а когда возник первый Тиранат, добавилась и третья сторона, отняв от Иберии большую часть Франции и стремившейся покорить остальное. Не успели отгреметь войны первого Тираната, не успел Кимвран Кнес Таргиль Хаяр и Скитья Кнес Дагдаран одолеть тиранские армии, из кланов Южной Ведической Традиции и Северных Руин первого Тираната возникла империя Вотана, которая на долгие столетия стала проблемой для Кимвранов, Скитов и Касситов. Дальнейшие инкарнации Тираната были очень жесткими и сильными, они давали мощный отпор как осколкам Киммерии, так и Ватанидам. Около 4000 лет назад в Западной Европе возник Третий Кельтский Тиранат. Война Киммерийской династии против осколков Иверии и Третьего Кельтского Тираната заняла 200 лет. Иверия и Тиранат при этом воевали и между собой. Это закончилось оттеснением владения иверийской олигархии в Испанию, утверждением Тираната в Западной Франции и контроль Кимвранов над территориями довосточной Франции. Спустя столетия шаткового мира с приграничными конфликтами, Иверия приняла Киммерийский протекторат. Британские острова, имея собственные династии, неоспоримо подчинялись Кимвранам. 3500 лет назад в Тиранате родился Иезус и дал свои абдейты местного учения. 3450 лет назад Тиранат принял Киммерийский протекторат. На юге Франции, севере Испании возникло государство Киммерийской династии Субала. Киммерийская склейка с иберами, кемериберы или керберы, как пишет Аристарх, а многие другие античные авторы сближали их и с цербером и с мертвыми и с миром мертвых. Крадавидия, ведическая некромантия, действительно была одной из элитарных духовных наук чтимых Киммерийской династией, представители которой активно ремонтировали старые храмы и строили новые в честь Сага Эра, Сага Рет, Шанабхадра, Сотыра Крода и даже Дановского мудреца Ахвара Санадра. При соединении основных ветвей данного в Кимвранам дала Кимвран Кнесам дополнительную родовую титулатуру Данав Кнес, при том что многие из них имели и родовую титулатуру Скитья Кнес и другие. Также и покорение Ибария и Тираната дала Кимвранам дополнительные титулы Иварагана и Апнаксагана, соответственно. Спустя некоторое время мира, приблизительно 150-300 лет, в Тиранате началась гражданская война. Таркадары, Тарквини, культ Тараниса воевали против культа Езуса. Важно отметить, что до этого времени данный Тиранат называется Кельтским исключительно задним числом и условно, так как собственно самих Кельтов в нем еще не было. Но историки эрахманской традиции называют Тиранат Кельтским, так как позднее собственно Кельты туда прибудут и станут активными фанатами древней концепции Тираната. Граждане Тираната называли себя исключительно как подданные Тирана, Апнакса Даса, или Авексаласа. Возможно слово Кельт, Лат. Силти, Британск. Килтит, Валл. Уайсел Шейт, Ирл. Насилтик, Шотл. Гэл. Силтрич, Мэнск. Энуайсел Таэ, Корн. Килт. По цезарю и по фсанею, Килт, было самоназвание, сформировалось в их среде, или было создано как аббревиатура КЛТ, как о люди и твердии, то есть, те кто считал себя самыми твердыми, крепкими, из людей, но также вероятно, что это упрощенная форма слова, скалоты, западные скиты, соколиные скифы. Воспользовавшись усобицей, представитель древней воинственной династии, имевший некогда владение от Португалии до Австрии и теснивший кельтов, и эйверов, пытаясь выделиться из их среды и создать свое государство, но потерявший хватку к данным временам, Лугурд, Дагард, заключил союз с частью западных скифов. Те, соединившись под властью Акрахара, громя города, пронеслись через протяженные владения Кемерийской династии и прибыли в тиранат. Правда сами лугурты, лигуры, вскоре разделились, и по большей части, были вытеснены на юг прибывшими кельтами. С тех пор тиранат уже полноценно стал кельтским, так возник четвертый кельтский тиранат. Местное население активно смешивалось с пришлыми, внося в них свой компонент и перенимая их свойства. 2800 лет назад окончательно сформировался кельт-тиран, как максимальная степень развития четвертого кельтского тираната. В королевских франкских аналах, мировингские короли франков прослеживали свою родословную через дофранкское племя, называемые Сикамбри, или Сугамбри, Сигамбри, Сикимври, это кемерийцы, менее вероятно, что это династия Сакьямбара, которая была одной из ветвей кемвранов, скифского происхождения, которых считали кемерийцами, что может быть отсылкой к реальному кемерийскому анклаву в кельтской среде. Но более вероятно, что тут имеются в виду данного кемвраны, которые в отличие от других кемвранов, более сохранили и почитали именно свое данновское происхождение и проживали в исконной вочине данновов, откуда далее и рассылялись, ныне Дания. Сигамбрами до шесть века называли франкских канунгов, князей, например Хладвига Аймировинга, при крещении которого в 496 году нынешней эры римский епископ Ремигий произнес знаменитую фразу, «Митис Дипон и Калр, Сикэмбэрэр, адоракуади инсиньдисти, инсиньдикуади адорасти, покорно склони шею, Сигамбр, почитай то, что сжигал, сожги то, что почитал». 950 года до н.э Кемерийские силы в Европе потерпели ряд разгромных поражений вследствие которых кельты окончательно утвердились в занятых ими регионах. Как и в названии кемериев, первое согласное в названии кельтов, часто трансформировалось в «г», оттого и кельты становились галатами и голами, келтуа равной голота и равной гали, как подметил и Айбер. Превращение кельтов в галов еще способствовало, что значительная часть Франции издревле называлась Галлисием, лесом освященным лучами Гелиоса, или Галлией, а кельты особенно в поздние времена там и проживали. Сразу после вторжения в Европу западных скифов, кем враны собрав в Причерноморье силы, ринулись на запад и приблизительно около 2900 лет назад начали военные действия на территории от Польши до Франции и Италии. Это теснит кельтов на Британские острова и в Центральную Испанию. Эти события вытеснили и дарийские народы Содера и Шпре, в сторону Греции, разорять и подчинять пелазгов критомикинской цивилизации и древней Трои. Кельты же были оттеснены дальше на запад. Отчасти, все данные перекликаются с исследованием академика Ба. Рыбакова по мнению которого кемерийцам соответствовала, лужицко-скифская, археологическая культура, который также считал, что именно кемерийцы вытеснили дарийские племена Содера и Шпре, и потеснили кельтов. А некоторые осколки кемерийской династии стали известны Египту как народы моря. Данова кем враны считали, что столичная местность кем враната должна быть перенесена с северного Причерноморья на их исконные датско-прибалтские территории. Считали, что противостояние со скифами в Восточной Европе и при Каспии, бессмысленно, а главное это, починить тиранат и иверию, что в свою очередь даст силы и ресурсы завоевать Египет и Восточные территории. Это привело к череде конфликтов, которые закончились выделением Данова кем вранов в некую автономию, которая иногда противостояла основному кем вранату. Одна из таких битв осуществилась между 1300 и 1200 годами ДН. На берегах реки Толензи, Долен, в Мекленбурже чине передней померане.ru.википедия.org.викислэшбитва подчеркивание в подчеркивание долине подчеркивание реки подчеркивание Толензи. Когда основные северные силы тираната поняли, что сопротивление кем вранам бесполезно и несет больше проблем, чем возможностей, северные кельты Апнаксадасы, Овы Касаласы, подданные тираната, Даницы, осколки Ватонидов и некоторые иверы присягнули на верность Данова кем вранам. Итак, после 90 лет переговоров сформировали государство, которое просуществовало 2,5 года и закончилось вторжением Акрахера, который поначалу действовал заодно с лугуртами, а позднее сместил и их. Средние классы тираната незамедлительно переходили на сторону Акрахера, видя в нем воплощение своих идей и идеалов. Так была элита кем врана данного кельтской державы бежала на юг и греческие Даницы это их потомки. Конечно бежали не все, большая часть кем врана данного в так и осталась на своих территориях, и активно сопротивляясь кельтскому тиранату стали основой для европейского автохтонного субстрата германских народов. Даницы, Данай, Дергреч. В древнегреческой мифологии, в частности, у, греческого сказателя, Гомера, одно из названий греков, осаждавших Трою, одно из древних названий греков. Прежде всего оно употребляется по отношению к жителям Арголиды, но может означать любого грека, особенно с Пелопоннеса. Этот этноним упоминается в египетских надписях начиная с середины 15 в ДН. Звездочка в надписи Аменхотепатриеском Эльгетана упомянуты ТНДЖИЙДАБУЮ, ДАНИВВ, ДАНАВЫ, ДАНАЙ, ИИХ ГОРОДА, МУКАНЮ, МИКЕНЫ, ДЕРКЕЙДЖИС, ТИЭЙЧИИДЖИДЖИДАБУЮ, ЭИЭСФЫВЫ, по другому чтению, ТИГЕЕ, МИСЫНИ, МИСЫНА, НУПЛАЙДЖР, НАВПЛИОН, КУТИРА, КЕФЕРА, УЭЙЛРХАСЛЭШУИЛЖА, ВЕЛИЕ, ЭЛИЕ, АМУКЛА, АМИКЛЫ, ЗВЕЗДОЧКА ЗВЕЗДОЧКА В надписях восьмого года Рамсиса три среди напавших на Египет, народов моря, упомянуты Пелесет, Текир, Шакалуша, Дануна и Вашаша, W, W. В раннем бронзовом веке один из регионов Киликии носил название Аданая звездочка 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 позднее, начиная с 9 в дн. Та же местность именуется Куэ, или Хиява, то есть название восходит к прокритскому Куэве, Киеве, владение Киевичей. Первое название отождествляется с донайцами, второе – с ахейцами, это обычно интерпретируют как аргумент в пользу предположения об их миграции. Но считаю, что логичнее предположить всплески расселения народов на пике их успехов и роста численности, чем предпологать, что одно и то же племя на протяжении столетий путешествовало по разным землям. Ведь кроме греческих донайцев другие осели на юго-востоке Малой Азии и в Восточной Киликии и в 9 в Дайне, где существовало государство Дануна – Данунитов. На горе Каратепи, у реки Джейхан, была обнаружена надпись царя Дануны – Азитава-да, его имя может иметь кимвранский аналог как Ясата-Вадад, данный Ясатами, как кемерийцы и поздние иранцы называли высших светлых богов, верных спутников Всевышнего Ахуэра Мазда. Однако и это царство в конце 8 в Дайне было завоевано Ассирией, присоединившись к воплю сотен народов о избавлении от ассирийского гнета. Известны такие персонажи как Даный В греческой мифологии – Эпоним Данайцев Царь Аргоса и отец Данает С ним обычно связывают прогресс в кораблестроении, появление в Греции алфавита и атлетических состязаний, то есть он князь-цивилизатор. А учитывая, что предки греков происходили с территории Северной Германии и Западной Польши, есть вероятность, что ирунический прототип письменности они принесли с собой. А далее лишь взаимосогласовали его с финикийским письмом. Ну или модифицировали финикийское письмо, по руническим образцам своих предков. Ведь эллинское письмо Греции разительно отличается от двух вариаций Микинского линейного письма и не имеют прямых предшественников на территории Эгейского побережья. Даная В древнегреческой мифологии дочь Акрисия, царя Аргозеского, и Евридики. Она считалась матерью Персея, что может указывать на ее связь с Кимвранской династией. Впервые упомянута в Илеаде, 14-319. Данаиды, Дыр. Греч. В древнегреческой мифологии, 50 дочерей царя Данаи, 49 из которых убили своих мужей в первую брачную ночь. Гипермнестра единственная сохранила жизнь своему мужу Линкею, Ланкаю. Этим Ланкаем может быть Ланка Итанаевич, живший во времена начала Кимвранского исхода, но может быть и один из древних князей того же имени. По греко-римской историографии эти убийства произошли за 775 лет до основания Рима, Арозий. История против язычников Ай-11, 1. Это может как раз и указывать на более древнего Ланкая, но также может быть и удревнением событий времен Кимвранского исхода на столетия назад, что также можно наблюдать в случае с рядом греческих мифологических персонажей реальными прототипами которых были Кимвранкнесы. Данаиды за свое преступление были осуждены в подземном царстве Аида наполнять водой бездонную бочку, отсюда выражение, работа Данаид, бесплодная, нескончаемая работа и Данаидова бочка. То есть Дановы и Даницы к этим временам практически прекратили свое существование, слившись с Кимвранами и другими династиями, и уже в составе их переселения и расселения расселялись в рамках расселения индоевропейских народов. Не все могли с этим смириться, многие продолжали видеть в потомках Дановов, древних демонов, например многие представители древней династии Синдаркнесов, Синдранадхов. Другие наоборот, вспоминали времена их искупления при Эриман-Савлаоре, или вообще глубочайшую древность, когда Дановы были обычной разновидностью оревичей. Кимвраны вполне нормально приняли Дановов в свою династию как младшую ветвь и их народ как часть своего народа. А непримиримость Синдаркнесов привела к тому, что даже их далекие потомки, поселившиеся на берегах реки которую они назвали Синдика, Синд, Хинд, Инд, продолжали пориться от Дановов и критиковать персов, потомков Кимвранов, за родство с ними. Исходя из этого предполагается, что значительная часть Синдареев переселились с Кубани именно не желая плотнее взаимодействовать с кимвранскими донавкнесами. В то время как греки, кельты и те, кто позднее станет народом Дании, вполне гордились светлыми страницами своей доновской предыстории и величием древних донавкнесов. Древним вассалом Киммерийской династии была Синдика, Кубань, древнее княжество, существовавшее еще во времена Сагаэра и Пхагаратха. Одна часть народа, которая участвовала в киммерийских походах против кельтов и так расселилась на Балтике. Они оселены север от местности, где сохранялась древняя гетта киммерийская страна Самогетия, самая славная, Самогетия, позднее переименованная Вжимайтею, которая была Амфиктианием, своеобразной северной столицей и библиотекой былого Кимвраната. О пребывании Синдов в Прибалтике свидетельствуют не только греко-римские источники и карты, но и топонимы, например, Синди, Зинтенхав, город в волости Тори-Пярнуского уезда, Эстония. В районе Синди находилось мезолитическое поселение около 8500 граммов до Н.Э, старейшее известное поселение в Эстонии, что говорит о исторической важности и древней заселенности региона. Синди расположен на левом берегу реки Пярну, Пи, Эрну-Джей, Джай, Перунова дорога, которая впадает в Пярнуский залив, Рижского залива. Вторая, поздняя в составе воинства Ария Рамна достигнет берегов далекого Инда, именно от их имени Инд и получит название Синдавдан, Синду, Хинду, Инд. Правда территории на юго-восток от Тибета и до этого имели название в стиле Инд или Инд, но это уже другая история, как и в Крыму спустя тысячелетия после Тавров обрели свою родину крымские татары, история любит параллели. Да и в ее витках лучше приживается то, что уже имело нечто себе подобное в прошлом. Таковы особенности времени, описанные в ведах. Но тут и особенности людской молвы, которая лучше подхватывает, из многих доступных, те варианты названия той или иной местности, которые более похожи на те, что были ранее, которые более привычно звучат. Третья крупная часть Синдов, возглавляемая остатками Синдранадхов в союзе с частью Кимврана скифов Аетаевичей, Агатырсов, переселяясь на запад вытесняемые основными скифами, оселив среднем течение Тесы, на территориях нынешней Венгрии. Четвертое, уже с кемерийскими и даже скифскими примесями, осталось на своей исконной прародине, и известно как царство Синдика, позднее ставшее вассальной Боспору и далее влившееся в его состав. Византийские авторы уже вай тысячелетии нашей эры обобщенно называли, кемерийцами, все народы, населявшие берега Балтийского моря. То есть, несмотря на то, что основные силы Кимвраната ушли в Переднюю Азию и сформировали Ахименецкую империю. Часть кемерийцев, с древности закрепилась на Балтике, а позднее породили европейский субстрат германских народов, а отчасти смешавшись с балтийскими и славянскими народами. Также античная картография называет Балтийское море Кемерийским морем, а Северно-Ледовитый океан Кемерийским океаном. Этот факт важен по многим причинам, ведь кроме указания при Балтике как одного из последних пристанищ осколков кемерийской цивилизации подтверждает и преемственность между кемерийцами, скифами и сарматами, ведь вслед за названием по имени кемерийцев, Балтийское море далее иногда называлось скифским и сарматским. А автор, в Велесовой книге, Волхф Харугин не делит кемерийцев и скифов, называя их современным ему термином, русы, которые, воевали и Сирию и Египет. Хоть в других местах, в точках точка. Кем враны упомянуты и отдельно, упоминается, что, они также были предками Руси, и римлян потрясали, а греков разметали, как свиней устрашенных. С возведением Руси от кемерии, согласуются выводы Плутарха, который писал, что из Причерноморья ушла лишь часть кемерийцев, князья, и то не все, династии и княжи и воинские дружины, а основная масса простого народа населения осталась и перешла в подданство сакьякнесов. Из-за этой чрезвычайной общности Гумилев относил кемерийцев к кельтским народам. Другие, большинство современных ученых, считают их близкими с кефом, но многие соглашаются, что они так или иначе родственны с кефом, фракийцам и кельтам, по отношению к которым они во многом были предшественниками. А отдельные части кемерийского народа участвовали в формировании славянских, германских и балдских народов. Социальная структура кемерийцев, согласно Геродоту, состояла из двух примерно равных по численности групп, простолюдинов, обычного народа, и, царей, царственного народа, собственно, представителей династии, что подразумевает, что правящие классы и низшие классы изначально представляли собой два разных народа, которые сохраняли некоторую самобытность еще в конце второго тысячелетия до нашей эры. Этот, царский народ, собственно, народы, ранее принявшие кемвранское подданство и кемвранскую культуру под влиянием центрального ядра кемвранской династии и стали кемерийцами. Позднее они же распространили свою власть над другими народами, которые далее стали второсортными кемерийцами. В частности такое случилось и с частью людей катакомбной культуры, 3000 до н.э., 2200 до н.э., которые стали новообращенными кемерийцами, кемерийскими, простолюдинами. К подобным выводам в своих трудах приходят и сулимирские амперсант Тейлор 1991-556. Но точнее сказать, что все то множество династий и народов, составляющих кемерийскую державу делились, по-большому, на кемвранов, царствующих, и подчиненных ими династий, которые стали подчиненными но не влились в среду кемвранов. Около 2109 до н.э. царь Кутеев, Гутеев, Тиграна с отважной, Терриган, потерпел сокрушительное поражение от царя у рука, у Тухингаля. Войско Кутеев разбежалось, а сам Терриган попал в плен и был казнен. С господством Кутеев в Междуречье после этого было покончено, хотя из региона Кутии не ушли. http.ru.wikipedia.org.wiki.guti Поскольку Кутеи под командованием кемвранов, представляли интересы собственно кемвранов в Месопотамии, это было мощным ударом по доминированию кемвранов в Передней Азии. К 2054 года до н.э. Ассирийский царь даже нанес удары по кавказским военным поселениям, по сути, сечам, кемвранов. Около 2000 года до н.ф. в Южном Причерноморье укрепляются войска отверженных скифских царей Пленаса и Скалопоте, Питхана, в дальнейшем утвердившиеся над хеттами. Они также внесли смуту и лишние конфликты между скитами, кемвранами, сакьябалами, дотопами, кисеевичами, метанией и асирией. Помпейтрог У скифов между тем двое юношей царского рода Плин и Скалопит, изгнанные из Отечества вследствие происков вельмож, увлекли за собой множество молодых людей и поселились на берегу Каппадокии и Понтейской около реки Термодонта, заняв покоренную и Митемискирскую равнину. Отсюда они в течение многих лет совершали грабительские набеги на соседние племена, которые, договорившись между собой, заманили их в засаду и перебили. Когда их жены увидели, что к изгнанию прибавилось еще и вдовство, они взялись за оружие и стали защищать свои владения, сначала они только оборонялись, а потом и сами стали нападать на соседей. От браков с соседями они отказались, говоря, что это будет не брак, а рабство. Осмелившись на то, чему не было примера в веках, они без мужчин, вернее даже презрев мужчин, стали защищать свое государство. Чтобы одни из них не казались счастливее других, они убили и тех мужчин, которые оставались дома. За гибель своих мужей они мстили избиением соседей. Когда же они оружием добились мира, они стали вступать в кратковременные связи с соседями, чтобы род их не прекращался. Когда у них рождались мальчики, они их убивали. Девочек они воспитывали по своему примеру, не приучали их ни к безделью, ни к приодению шерсти, а к оружию, к коням, к охоте, еще в младенчестве выжигая им правую грудь, чтобы она не мешала стрелять из лука. Отсюда и произошло название амазонок. Было у них две царицы, Морпезия и Лампета. Они разделили войско на две части и, уже прославившись своей силой, стали по очереди защищать границы своих владений, а чтобы своим успехам придать больше значительности, они говорили, что их отец Марс. Основав там Эфес и многие другие города, они отослали на родину часть своего войска с громадной добычей, другая часть, которая осталась, чтобы сохранить власть над Азией, вместе с царицей Морпезией была перебита объединившимися варварами. Эти сведения нельзя считать полноценной исторической правдой, но и они дают некоторое общее представление о тех событиях. Тогда же поднялись восстания в индейских, тибетских и китайских колониях Кимвранской династии. По сути все неевропейские владения, отпали от прямого подчинения Кимвранской династии. Росло могущество скифской династии, сауроматов и подчиненных им династий. У Кимвранов оставались доновско-протогерманские, геттофракейские, урардские и сагаратианские союзники. Да и те страдали от периодических нападений Осирии или скифов. Скифы официально не подтверждали о своем союзе с Осирией, и возможно его в письменном варианте и не было, но между ними точно была некая договоренность о разделении сфер влияния, так как между собой они не сталкивались. Кимвранов доставали как с востока так и с юга. Аорсы, династия аураксов, аорсов, одна из древнейших элитарных ветвей сагаратианской династии, позднее синхронизовавшаяся с скифской и сарматской династиями, позднее провозгласившей сопричастность с сарматами. Их бастардской ветвью стали авары, а прямыми наследниками эросы или аросы, русы, совместившиеся с киевичами и ставшими основой для распространения термина «русь», в узком исконном смысле, смотрите труд, аэн.насонов. Русская земля, и образование территории древнерусского государства. Санкт-Петербург, 2002. Глава 2. С 27 дефис 44. Начала история аорсов, теряются во времени. Долгое время были консервативным крылом сагаратианской династии. В период угасания трипольской общности, они приняли часть кемерийских стандартов и вошли в кимвранскую державу, часто считались настолько же элитными, как и центральная ветвь и вместе с ней разделяли титул Парадатта. Хоть и тогда они выделялись из общеки мемерийской общности народов. Ввиду своей чрезвычайной древности и знатности аорсы были несколько отдельны от остальных скифов, далее от Сармат, а далее и постьгунская анская держава будет не только идеологически противопоставляться склавинской конфедерации, но и будут с ними воевать, что зафиксировано например в трудах Прокопия Кесарийского. Далее ровно такую же одновременную сродность и очужденность росов и остальных славян, будут фиксировать арабские и другие авторы. А Константин Багряна родный даже зафиксирует языковые отличия росов от славян на примере отличия славянских и росских названий Днепровских порогов. Умело манипулируя названиями разных государств и их переводами и интерпретациями сторонники официальной трактовки отрывают скитов аороторис, аороторей, аороцев, от трипольской культуры, ретину, самоназвание страны гиксосов, сохранившиеся до эпохи возрождения как рутенер как название Руси, аорсов от аороторей, а далее между Русью и аорсами вообще гуннанская пропасть. Если же незамутненным взглядом исследовать археологические и другие свидетельства, станет понятно, что анская держава как раз и является хронологическим связующим звеном между аорсами и Русью, к тому же и первые упоминания о народе рос как раз и относятся к анским временам. Первым документальным упоминанием аорсов, в общепризнаваемом источнике, можно считать упоминание у Геродота, «История», «Четвертая книга», «Семнадцатая шлака», «От гавани Борис Финитов», ибо она расположена как раз посреди приморской части всей Скифии, от нее и дальше первый народ, который можно встретить, это Калипиды, Полуэллины и Полускифы, над ними есть другой народ, называемый Ализанами. Они и Калипиды вообще имеют такой образ жизни, как Скифы, но сеют и едят пшеницу и лук и чеснок и чечевицу и проса. Над Ализанами живут Скифы и Аоротерис, которые сеют пшеницу не для еды, а для продажи. Еще дальше над ними живут Невры, а дальше севернее Невров, «Насколько я знаю, есть необитаемая страна». Эти народности живут вдоль реки Гипания к западу от Борисфена. Эти Скифы и Аоротерис. Скутя и Аратрис, сейчас обычно интерпретируются как Скифы Аратаи, Арачи, Пахари, но это неверно. В своих трудах Геродот упоминает Скифов-земледельцев. Скифы Аоротерис и Скифы-земледельцы – это разные этнокультурные группы Скифов, проживающие в разных местностях и описываемые отдельно. Не исключено, что и сам Геродот положил начало недоразумению отождествляющему этноним. С понятием «орач», но правильнее воспринимать это исключительно как этноним, прототип более позднего. Лад. Аорси, или само Геродотовское. Это лишь искаженное интерпретационное записание этнонима. В Геродотовом записании, или его поздних переписках. С. Изменено в. Т. Что могло быть вызвано цыкающим произношением или попытками Геродота пристроить этот этноним к идее землепашиства. То, что он упоминает, о том, что аоротеры торговали пшеницей, не означает, что это единственное, чем занимался целый этнос. Уж точно цари аорсов не были пахарями, будучи кочевниками. Конечно, на их и окружающих землях земледелие было можно и развивалось еще с времен трипольской культуры, но этим преимущественно занимались отведенные КСТ и жрецов, освещившие пашню, торговцы и в первую очередь простолюдины. За первые века нынешней эры есть упоминания анонимного византийского автора в схолиях к сочинению Аристотеля, о небе, возможно, впервые использовал этноним Рос. Мы заселяем среднее пространство между Арктическим поясом, близким к Северному полюсу, и Летним тропическим, причем скифы Рось. И другие гиперборейские народы живут ближе к Арктическому поясу. Эти скифы Рось, вероятнее всего тождественно геродотовским скифам Аоротерис. Меньшая вероятность может содержать Росколан, Роксов, по этим названиям, но... Один они не скифы, а элитная сарматская династия. Два причисления их к северным народам и к гиперборей, должно указывать на территории реки Рос и севернее, а не на прибережные регионы обитания Роксалан. Другое сообщение у псевдо Захария о народе, Рос, Хрос, иногда транскрибируется как и Рос, реже Хрос, датируется 6 веком, когда по официальной трактовке истории от аорсов уже прошло много времени, но до Руси дело еще не дошло, а на исследуемых территориях проживали анты. Еще одним косвенным связующим звеном является Анагаст, предатель анской державы и глава войск Византии в Афрокии в 469 году. Большинство исследователей склонны считать его антом, как минимум по тому, что анагаст это типичное анское имя, имеют характерные распространенные у антов части, она, и, гаст. Но в хрониках его называют, скифом. Действительно анты себя не называли антами, как и гунны, гуннами. Самоназванием антов в те времена было арос или арос, а гунны, сокращение от латинского выражения ханромджинз, звучащего на славянских языках как славный народ или просто славяне. Анская держава отличалась от остальных славян, своей крайне жесткой и рациональной идеологией, в то время как гуннами называли разных славяно-скифов, подчиненных раксарьянской династии, в том числе некоторое время и антов. Как видим территории ранее занятые аоротереями, аросеями, стали основой для северного распространения полян, зарубенецкой культуры, и аорсов, существенно распространивших влияние на запад и юг, а также породившие множество выселок в южном и восточном направлениях. Позднее именно аорсы и поляне станут основой для анской державы, которую после смерти Буса присоединит к себе Раскаланская династия. Раскаланская династия заменила более ранних царских скифов, ааланы, скифов-кочевников. Все они под единой властью Раксаланской династии станут державой славного народа, хан-рюньенс, хан-ром-дженс, и будут громить оберимские империи и Персию. Карта с отображением руси в узком смысле по труду АН.Насонов. Русская земля, и образование территории древнерусского государства. Санкт-Петербург, 2002. Глава 2. С 27 дефис 44. Почему же на юге, в среднем Поднепровье, так рано образовалось государство, обнаружившее большую жизнеспособность, почему оно послужило ядром обширного киевского государства, почему это древнее государство на юге охватывало территорию Киевщины, Черниговщины и Переяславщины. Нет сомнения, что именно эта территория, территория Киевщины, Переяславщины и отчасти Черниговщины, служила очагом древнейшей культуры едва ли не со времен скифов пахарей, обитавших в 6-4 ВВДН. Э по обеим сторонам Среднего Днепра. В-4 ВВДН предметы с выемчатой эмалью днепровского типа охватывают не только Поднепровье, но и Подисине. В-6 ВНН наиболее интересным и содержательным является Старый район скифов пахарей, Среднее Приднепровье, Бассейн Росси, Дисны, Супы, Сейма и Ворсклы. Именно в этом районе распространяются римские монеты, гончарный круг, выемчатая эмаль и ряд других элементов римсковенской культуры. К такому выводу пришел Ба. Рыбаков в специальной монографии о древнерусском ремесле. По ряду признаков киевская культура генетически связана с культурой антов Среднего Поднепровья 6-8 ВВ. К 8 фуанских, славянских, дружеников появляются железные кольчуги и железные шлемы той формы, которая со временем становится характерной русской точкой, оттуда же. К подобным выводам в разные времена приходили и другие ученые, а достоверность данных выводов подтверждается летописями и даже берестяными грамотами, где выражение «отправился в Русь, вернулся из Руси», употребляют новгородцы, суждальцы и другие, касательно своих поездок в Киев, Переяслав, Черногов, близлежащие города, а далее Галич. Особенно сильно название «Русь» приросло к Галецко-Волынскому региону во время существования Руського королевства Данилы Романовича и его потомков. Даже когда те территории вошли в состав земель польского королевства в составе Речи Посполитой, они продолжили называться Русью, а в административно-территориальном делении Речи Посполитой именовались воеводством Руси или русским воеводством, а сам польский король из-за владения ими именовался еще и князем Руси. Из-за всего этого на многих картах Хави, Хавиая именно те территории и стали обозначаться как Русь, Русия или Рутения. А вот на землях где в Хавеках было средоточие топонима Русь, спустя 500 лет основным самоназванием станет Украина, с вариантами в Краина или Краина, реже, Краина, Краина. В противовес топониму Русь, начавшему растекаться по всем былым владениям империи Рюриковичей, название Украина, стало обозначать ту самую, исконно сердцевинную Русь, без учета ее былых северных и северо-восточных владений. Вот как, 1, птолочка, 2, аэм.насонов, и 3, ба.рыбаков, атрибутировали применение термина «русская земля» в узком значении. В 9 веке, эта топонимическая традиция уже сложилась и так продолжалась до 13 века, обозначая Русь, позднее ставшую известная как «малая», то есть «исконная Русь». Но с 13 века, после чреда кризисов и распада, термин «русь» начнет распространяться на территории ранее принадлежавшей Киеву, от Балтийского до Черного моря. Свою сопричастность былой Руси начнут ощущать даже новгородцы с суздальцами. Но для новгородцев, это будет скорее культурно-историческое название. А суздальцы, особенно их элиты, долгое время бывшие к сему термину достаточно хладны, с угасанием могущества Киева и подстрекаемые христианским жречеством постепенно начали постепенно все громче и громче напоминать о своем былом подданстве Руси и как они это и страктовали, о некой наследственности. Однако обращаясь к истории сего термина, нужно отметить, что его география не соответствует никаким свидетельствам из «Повести временных лет». Ведь до создания Руси как государства Юриковичей, эти земли по ПВЛ, принадлежали полянам и северянам, а в последующие времена были разделены на три княжества в составе Руси. Если данный термин не соответствует никаким очертаниям в 8-10 веков или последующих веках, значит единство этих территорий в рамках некой государственной, этнической или культурной общности носившей данное название должно было происходить не позднее 8 века. Также оно должно было быть весьма ярким и длительным, чтобы навека запечатлеться на данных территориях. В «Повести временных лет» существует ситуация, смущающая многих исследователей, там буквально говорится о том, как Русь, со своими всевозможными сателлитами в Восточной Европе призывает править Русью Рюрика и его варягов, также именуемых Русью. Если Русь вариге определяется как Руи Русы Руги Руине, то Русь континентальная на момент призвания была лишь угасающим центром былой Великой Державы. То есть территории Руси в узком смысле данного термина могли так прозваться только во времена Ренессанса Анской Державы, после падения Гуннской империи. Если говорить еще точнее, то для единства данных территорий в рассматриваемых границах остаются лишь конец 6-7 веков, когда эти очертания соответствовали ядру Анской Державы, исконным владением Аорсов, смешанных с Роксолонами. К тому же, и разные иностранные упоминания Руси в Северном Причерноморье существовали задолго до прихода Рюрика. Так, что в значительной мере это и является связующим звеном доказывающим непрерывность поколений наших предков, их древнюю историю и автохтонность на данных территориях. Одним из материальных свидетельств существования Аорсиев в указанных регионах в указанное время являются ее памятники, обычно атрибутируемые как зарубинецкая культура, 3-2 в ДН, 2 в Н. Обнаруженное в Верхнем и Среднем Поднепровье от Тясмина на юге до Березины на севере, в Среднем Посемье и Припятском Полесье, что соответствует современной территории Западной и Центральной Украины, югу и востоку Белоруссии, а отчасти Стародубщине, находящейся в составе РФ. Эта культура была открыта археологом-самоучкой Вхвойкой в 1899 году. Позднее, в 1930 году А. Спицын объединил все известные памятники этой группы в отдельную археологическую культуру. Далее важные дополнения в ее исследовании сделали. А. М. Обломский, А. Идробушевский и другие. Тут также можно сделать уточнение, что данное археологическое соотношение особенно хорошо выявляет именно те территории подвластной Аорской династии, на которых происходило активное смешение Аорсов с Ироксаринами, Русинами, Киевичами, и проживали родополянской общности, то есть это территории будущей Руси. По свидетельствам античных историков Аорсы правили не менее чем 1,3 миллиона человек. Во времена принадлежности к Сагаратианскому древу династии они были известны как Аураксы, Ауратаксы или Ауарианаксы. Этноним Аорсов связан с авестийским Ауру, Эй и осетинским, Арес или Аурс, что означает «белый». Имена Арсия и Арса, упомянутые Аль-Масуди и Аль-Гарнати в 10-дефис 12 веках нашей эры, также могут быть связаны между собой. Венгры, еще с пятых веков контактировавшие с Хазарами и вероятно Аурсами-Росами зафиксировали их древнее название Аросы, в чем видится лингвистический промежуток между архаичным названием Аурсов и поздним названием Росов-Русов. В лучшие времена имели владение в Задоне, Прикавказье и Средней Азии, где оставалось множество осколков данной династии, например Айресы. Впервые они, как и Сираки упомянуты в географии, Страбоном, наиболее влиятельной племенем среди восточных сарматов. Страбон свидетельствует, что владения некоторых осколков Аурсов и Сираков, простираются на юг докавказских гор, они частью кочевники, частью живут в шатрах и занимаются земледелием. Далее Страбон дополняет эти скудные сведения. Эти Аорсы и Сираки являются, видимо, изгнанниками племен, живущих выше, а Аорсы обитают севернее сираков. Абиак, царь сираков, выставил 20 000 всадников, спадин же, царь Аорсов, даже 200 000, однако верхние Аорсы выставили еще больше, так как они занимают более обширную область, владея почти что большей частью побережья Каспийского моря. Поэтому они вели караванную торговлю на верблюдах индейскими и вавилонскими товарами, получая их в обмен от армян и индейцев, вследствие своего благосостояния они носили золотые украшения. Аорсы, впрочем, живут по течению Таноиса, а Сираки, по течению Ахардия. Из этого можем видеть, что Аорсы и Сираки делятся на верхних и нижних, что соответствует европейской и азиатской сарматии. Позднее главенствующее положение в восточных землях Аорсов заняла другая сарматская династия, вероятно родственная Аорсам, Аланы, которые, по словам автора 4 века Амиана Марцелина, мало-помалу постоянными победами изнурили соседние народы и распространили на них свое имя, и были во всем подобные гуннам, за исключением некоторой светловолосости. К середине 3 века Эн. Упоминания об Аорсах полностью исчезают в летописях, а их владения в римских и китайских источниках обозначаются как «Алания». Сармат, трактовалась многими античными историками как «опоясанные мечом». В античные времена Балтийское море называлось Сарматским, морем меченосцев, в Средневековье, оно же называлось Варяжским морем, морем мечников. Слово «рус» сложно ввиду чрезвычайной древности. Из древней существовало понятие «эра-сын», «сын-эра». Во времена Пээра мысла существовало понятие «я вас», «чистый», «раухсна», в скифских диалектах, «свет», «светлый», «блеск», «сияние». У богу мира был сын рус, отчего и династия звалась русовичами, русичами, русовами, русовыми, и возник всплеск популярности данного имени. От имени духовного правнука и рейманца Авлаора Эра Иванта возникли слова, происходящие от его имени и означающие разрушение, рушить, руину ваты. Ближе к началам нынешней эры возник корень рук, означающий, войну, война и разрушение. И учитывая все эти разрозненные тенденции для многих родов и династий имена Русы и Русь стали компромиссными и имея множество корней таксия название утвердилось в веках. Центральная ветвь Саураматской династии самоназвалась Раксаманами и Раксаланами, царями над людьми, царственными арийцами. Скифосаирматская династическая склейка, прототип анской державы назвалась Аорсией. Все это стало прототипами названия Руси, и гарантом его укорененности и живучести. Вариги, варанги, мечники, от западнославянского, венецкого и абодрицкого, слова, вара, меч. К 10 веку нынешней эры слово варанги заменило в византийских источниках более ранний термин «вараны» или «бараны». Которым в 2-4 веках греко-римляне называли разнородные воинства, которые с северного Причерноморья на кораблях нападали на причерноморские владения Римской империи. Бараны, вараны, вагры, варанги и вариги – поздние вариации названия морских кочевников, быт и основы общества которых сформировались на Боспоре и в ближних регионах Северного Причерноморья. В овестейских писаниях упоминается священная птица варанг, воплощение божественной хворны. Эта хворноптица и была одним из символов воронов-варангов. Братство воинов Христа – Лат. Фретри Милитяя Кристи, более известная под названием Орден Меченосцев или Орден Братьев Меча – Нем. Шуэртбэр, Дерден – немецкий католический духовно-рыцарский орден, основанный в 1202 году в Риге Теодорихом из Турайды, замещавшим в то время епископа Риге Альберта Буксгивдена, для защиты имущества и миссионерской деятельности в Ливании, которая преимущественно велась в то время огнем и мечом. Существование Ордена было подтверждено Попской Булой в 1210 году, но еще в 1204 году образование, Братство Воинов Христа, было одобрено Папой Иннокентием III. После Афтилы Анская Держава возродилась. В нее уже как доминирующий элемент вошел крупный осколок Эросколан, а другая часть былой аорской элиты откололась и покорив часть кочевников создали Аварский Каганат. Другая часть аорсов в рамках ханской державы, починив себе восточные осколки Хорват, Волынян и Тливии, Дулибии. Номинально они стали защитниками ИСК Растана и так древнее название Аэр-Эрата, Аэр-Эратания, слилось с угасающим названием Державы Аорсов, возникло название Аорсания, Арсания, Артания. Название аорсов трансформировалось в название Росов-Русов, но не только. Другой поздней модификацией слова Аорс, была Ауарос, Авар. Элита Авар происходит от части династии Аорсов, которые в свое время выжили приняв крещение от Гермонариха и Венетария. Они не были уничтожены вместе с Бусом и служили Венетарию, а позднее Бальтазайру. Несмотря на то, что они при Бальтазаре отказались от крещения, клин между ними и остальными славянами уже был в бит основательный. Разделения славян, а ранее скифов, кемерийцев и индоевропейцев осуществлялись многократно, вследствие, естественного ветвления, естественного уединения в отделенных или труднодоступных регионах, контактов с соседними народами, династических отличий или реформ проводимых правителями, бытовых особенностей, развития или деградации. Но часто единство ядра наших предков разделялось и сливалось вновь, так как приобретенные отличия не могли скрыть исконное единство и общность. Некоторые такие отличия после воссоединения истреблялись или стирались, а другие оставались как диалекты и местный колорит. Серьезно славяне разделились на три условные ветви после следующих событий. Часть скандинавской знати, стремясь поддержать родичей Даков против римлян продираясь через вислу к Днестру и Днепру просекли в славянском населении буквально просеку. Этим они уничтожили те тончайшие промежуточные звенья, которые связывали и СКР Астанский Амфиктионий и славянское население лесной части Восточной Европы со степным населением. Это и некоторые последующие события разделили славян на восточных и западных. Южнее от тогдашних территорий расстояния этих славян были территории за которые шла война между Даками, Гетами, Славянами и Римской империей. И славяне и римляне скидывали на фронт самые диковинные этнические группы с окраин своих владений для того, чтобы те эффективнее воевали, что привело к появлению на юг, юго-восток и юго-запад от Карпат ряда враждующих анклавов, состоящих из осколков автохтонных народов и заброшенных туда. Во времена Руса, Аттилы и Адуакра, славянская держава не могла полностью расформировать этот калейдоскоп этнокультурных недорозумений возникшие на территории Дакии, а потому просто обошли их, восточными, западными и горными путями. Славяне, переселившиеся на юг, будучи ответвлениями как восточных, так и западных славян, которые, впрочем, еще не особо сильно различались. Постепенно теряли объем связей со своей прародиной, формируя связи между собой и новыми соседями, так возникла южная ветвь славян. Васидоренко фрагмент декрета римского времени из-за средневековой базилики под Мангупом. По общим признакам шрифта декрет может датироваться iven.e.se http.e/.dispace.inbuf.gov.ua/.bitstream.hindle/.123456789/.169830/.06-сидоренко.pdf вопросительный знак секурнс знак равно 1. Перевод, стойкости, в городе, равный проявил в себе отвагуа. Проходя вражескую землю, как свидетельствуется, как даже из-за случившейся бесхлебицы по причине неурожая хлебов от засухи и многие, для города был, дела такого мужа помогли, успокоить и для попытки успешно завершить нужду, он, посольствуя на личные издержки к гегемонам Мизии, просьбу был мужам величайшим и большинство законных прав города отстоял, муж ей же, которые, через человека любия путем знаменательного наименования управляли народом. Городского бога представлять, спустя немногое же время я, дары царям, послал и для удовлетворения большинства нужд предложил, распорядился, чтобы, с усердием и доставляли пропитание, и свидетельствующийся всенародным словом, и приличествующим, эмушаэм, великим почестями украсившийся, нет таких необходимых дел, для которых он не предоставлял всецело себя своему отечеству, из желаний же, чтобы сокрушили врагов. В войне, случилось, что он, посольствуя в провинции, в грозной для государства ситуации, к великим и неотложным делам проявил, ради них будучи посылавшимся, свою заботу, нашу и союзников территорию наполнил войскам, проявив гражданское мужество и на будущее мир и спокойствие городу возвратил, всем нам на пользу, устроив наилучшим образом дело, совершил же посольство и в страну, к величественным царям. Аорсии Ксенес Адикон Эдико, Лат Эдикр, в различных исторических источниках упоминается так же как Эдика, Эдика и Эдикон, в византийских источниках, Дергрич. Адикон, Эдека, Эдека, Эдикон, Эдикон, Эдика, Эдика, Этико, Эдикон, отец Адуакра, князь Скирского, Скифского, народа ругов, русинов. Приск по-низски называл Эдику, природным унном, то есть по внешности Адуакра сына Эдика можно судить о внешности и этнической принадлежности гуннов. Это мнение совпадает с данными из, анонима Валезия, Анон. Вейлс, 45, где некий Эдико упоминается как посол Аттилы, явившийся в Константинополь в 448 году. Эдекогунский князь, который был заместителем Аттилы, министром иностранных дел и чрезвычайным послом в Византийской империи, в 449 года, и отцом славного князя Адуакра. Эдико также считается предком герцогского дома Вильфов, ветви дома Эсты, который является одним из предков Ганаверского дома, от которого произошли многие современные королевские династии. Пытаясь восстановить державу Аттилы, потерпел поражение Аттастготов в битве при Более у реки Более в Панане и где-то в конце 460-х года. По-видимому, погиб. В 476 году сын Эдека, Адуакр, сверг императора Ромула Августула и провозгласил себя самодержавным князем ругов и италиков, правителем Италии. Отличился отвагой и мастерством в битвах при Наисе и реке Уф, во время вторжения в Восточную Римскую империю, таким образом войдя в круг любимых советников Аттилы, настолько, что тот поставил его возглавлял дипломатическую миссию в Константинополе, где придворный казначей Хрисофий пытался подкупить его, чтобы тот убил своего царя. Адекон, казалось, согласился, но как только он достиг двора Аттилы, он сообщил ему о плане, и гуннский монарх разоблачил римского посла. Он участвовал в заговоре с целью убить брата Аттилы, Бледу. Участвовал в кампании в Галлии и в битве на каталонских полях. Отто Минхенхильфен считал гуннское имя. Адекон, германским или германизированным происхождением, но не упомянул о его происхождении. Амельян Прицак получил его от древнетюркского глагального корня звездочка Эде. Ар, преследовать, следовать, и суффикса от глагального существительного. Кон меньше чем аркей, меньше чем арджи, меньше чем звездочка гонн. Реконструированная форма, звездочка Эде, Кей, Н, меньше чем звездочка Эде, Аркей, Н, последователь, слуга. В такой трактовке видно явное чудиновщина, когда человек, зная историю носителя рассматриваемого имени, подгоняет отимологию имени под историческую роль его носителя. Магаксини Саданакор Адуакр, слэшоу, да, и, эс, ар, слэшох, да хайс, ар, си, точка, 433, 15 марта 493 года, н,э, точка, также, Адосир или Адровакар. Адуакр был знатным удельным князем воеводой в Гуннской империи, позднее ставший самодержцем царства Ругов, позднее известных как Рутины Русины, в Италии, и назывался в средневековых источниках, королем Рутинов, Лат. Адосир Рекс Рутернерум Плита с латинской надписью «При церкви с Петра под Зальцбургом» сообщает. Года Божьего 477 Адуакир, король Рутиней, а также Гепидов, Готов, Унгаров и Герулов, выступая против церкви Божьей, благочестивого Максима с его 50 учениками, молившимися с ним в этой пещере, за исповедание веры жестоко мучен и свергнут в норы кум мечом и огнем опустошен. Короновался титулом Ирде Магаксинис, в противовес сына Маттилы, короновавшихся как Канзакнесы. Известны римские интерпретации его титулов как «Рекс» слэш «Дух Портрисирс». Эта надпись выгравирована на мраморной плите, установленной в катакомбах, монашей горы, бывшего города Ювавума, крепости в провинции Норык, которая за свое богатство и величественные дворцы была названа, Северным Римом, ныне Зальцбург. Адуакр как «Адонацир», упоминается в казацкой, летописи Величко, под 1648 годом, когда Гетман Богдан Хмельницкий обратился к украинскому народу в своем, Белоцерковском универсале, по поводу войны с речью Посполитой. Даже древний Рим, что может называться матерью всех европейских городов, который владел многими государствами и монархиями и гордился когда-то своими шесть мастами 45 тысячами войска, в древние века взяла и 14 лет держала далеко меньшее против упомянутой сборной изруги от Балтицкого или Немецкого поморья, во главе которых стоял тогда князь Адонацир, произошло это в году 470 после Рождества Господня. Итак, мы следуем примеру наших древних предков, тех древних русов, и кто может запретить нам быть воинами и уменьшить нашу рыцарскую отвагу. Также слова Хмельницкого доказывают, что слово «князь» для нас является тождественным названием достойного главы державы. Там же под 1657 годом генеральный писарь запорожского войска Самойла Звезда, стоя над его гробом Хмельницкого, произнес речь, в которой приравнял гетмана Кадуакру, милый вождь. Древний русский Адонацир А есть ли король, ишь есть войску всему глава, сам в твердый знак войску польском против нас не пойдеть, то панов польских и их многособранного войска, якотла, альбо акабес главного наймныше устрашитесь а нехотимо. Бо, ежели Ветхий Рим, и же ВСХ твердый знак европейских градов матерю нарежься может, многими панствами и монархами Владвы и о шестистах четыре десяти и пяти тысячи войска своего древле гордившейся, с твердый знак давних он их выкал в далеко меньших против помянутой воинственной силы римской, валичных русов из Руси, от помаря Балт и Скага Альбон Мецкага, собранных, за предводительством князя их, коль был взятый и 14 лт твердый знак обладаемый, то нам теперь гвалтом он их древн. Их русов, предков наших, кто может возбранить и длинности воинской и уменьшить и отваги лицарской. Що вам, братья наши, общевые СМ твердый знак малоросянам, предложившие и до рассуждения здравого подавши, постбхвашка твердый знак нам в твердый знак обос, подблую церковь, прилижно и пильно жадаем, и инже упрыми зачем от господа бога здравя и благополучного во всем узнать и поважение. Дан в твердый знак обос нашим подблую церквою, 1648 года, Мсяцамая 28. АДОА, КАЭР, ГРЕЧ Греческий вариант имени АДОАКИР, или АДОАЦИР, ЛАТ АДОСИР, ФЛАВИРС АДРВАКАР, латинский вариант имени АДОВАКИР, ЛАТ АДРВАЧЕР, или АДОВАКР, ЛАТ АДРВАКАР, другие варианты имени в источниках АДОА, ЦЕР, русский КАКИКОНИЦАР, КАНЫТАЙ, СКИФ, КАНИШХА, ИНТ.СКИФ, КНЕВА, ГОТ.АДОАКР, АДОНАЦИР ОТАХР, в скандинавских сагах КАКИКОНИЦАР, ПОЛ Angloise